Пока священники причащаются, хор поет особый стих, который называется «Запричастным», а также какой-нибудь подходящий к случаю песнопения. Русские церковные композиторы написали множество духовных произведений, не входящих в канон богослужения, но исполняющихся хором именно в это время. Наконец, открываются царские врата. Священник читает молитву перед святым причащением, а верующие повторяют ее про себя. Причастники делают земной поклон и, сложив руки крестообразно, правую поверх левой, с благоговением подходит к чаше, называя священнику свое христианское имя, данное при крещении. Перед чашей креститься не надо, дабы не толкнуть ее. Хоры верующие в храме поют тело Христова «Приимите источника бессмертного вкусите». После причащения целуют нижний край святой чаши и отходят к столику, где запивают теплотой, церковным вином, смешанной с горячей водой, и получают частичку просфоры. Делается это для того, чтобы во рту не осталось ни малейшей частицы святых даров, и чтобы не приступать сразу к повседневной пище. После того, как все причастятся, священник заносит чашу в алтарь и опускает в нее частицы, вынутые из служебных и принесенных просфор с молитвой о том, чтобы Господь Свою кровью омыл грехи всех, кто поминался на литургии. Затем он облагословляет верующих. Диакон переносит на жертвенник дискос, а священник, взяв в руки чашу, благословляет ею молящихся. Это последнее явление святых даров перед переносом на жертвенник напоминает нам вознесение Господа на небо после Его воскресения. В последний раз, поклонившись дарам, как самому Господу верующие, благодарят Его за причащение, а хор поет благодарственную песню. Диакон произносит краткую ектинью, в которой благодарит Господа за причащение. Священник встал к святому престолу, складывает антиминс, на котором стояли чаша и дискос, и кладет на него на престольное Евангелие. Возглашая громко с миром и зыдем, он показывает, что литургия кончается, и скоро верующие могут тихо и с миром идти домой. Затем священник читает за вонную молитву. Священник последний раз благословляет молящихся и произносит отпуст. Затем все подходят ко Христу, чтобы, целуя Его, подтвердить свою верность Христу, воспоминание Которого была совершена эта божественная литургия.